Конкурентом, не участвовав в некоторых этапах Кубка России, чемпионата страны. В чемпионате России у мужчин лидирует сборная Тюменской области 4439 очков. Команда Ханты-Мансийского округа на втором месте 4385 очков. И команда Красноярского края на третьем месте 3457 очков. Первый огневой рубеж. Здесь, согласно стартовым номерам на ковриках, занимают позиции спортсмены. Ну и первая стрельба уже, похоже, началась. Пока нет Николая Евгисеева подотстал. Первый номер. Да, стрельба уже началась. Ну и заследим. Пабиков, последний выстрел. Сложно сказать, попал или нет. Черезов попадает 5 из 5. Печенкин 5 из 5. Чудов, последний выстрел у Чудова. 5 из 5 у Чудова. Маковеев 5 из 5. Ну, в общем, сегодня погодные условия гораздо лучше, чем накануне. Поэтому промахов так много, как в эстафете, естественно, не будет. После первого огневого рубежа. Черезов выходит на первое место. Две секунды ему проигрывает Печенкин. Из Пермского края. Маковеев на третьей позиции. 6,2 секунды проигрывает Черезову. Севастьянов из Башкирии. На четвертом месте он неплохо выступил в спринте. Был в десятке сильнейших. 8,4 секунды проигрывает Севастьянов. Печушкин из Мордовии. 10 секунд отставания у Печушкина. Чудов отстрелял на ноль. И Чудов сейчас на шестом месте. 11 секунд проигрывает Чудов. Видите, десятку сильнейших после первого огневого рубежа. Бочарников. Очень быстро штрафной круг пробежал Сергей Бочарников. И видим, что несмотря на один промах, Бочарников проигрывает 17 секунд. И Бабиков один раз промахнулся, но проигрывает немного. 17,6 секунды. Буртасов из Красноярского края на 13 месте с одним промахом. Дальше пошли спортсмены, у которых по одному, у некоторых по два промаха. Кстати, Трусов, который пришел лидером, дважды промахнулся и проигрывает уже 41,5 секунды. 44 секунды проигрывает Тимофей Лапшин. У него также два промаха, Клячин два промаха и отставание уже большое, почти 50 секунд. Прокунин допустил еще один ветеран российского биоклона. Два промаха, 55 секунд отставания у Андрея Прокунина. Сегодня в Увате тепло. Сейчас уже примерно плюс 2 градуса. Структура снега меняется. Уже по ходу бонки, наверное, тоже будет меняться. Но здесь в лесу особо снег не растаял и не растапливает. Да и он и не растает. Запасы просто огромные. В некоторых местах больше метра слой снега есть полтора метра. Иван Черезов был на ваших экранах. Печенкин следом за ним. Выигрывал Черезов у Печенкина 2 секунды после огневого рубежа. Сейчас будет отсечка 4 километра 200 метров. Посмотрим там какой отрыв. Александр Жирный. Тоже среди лидеров. На седьмой позиции с отставанием в 13 секунд спортсмен из Башкирии был. И еще один башкирский спортсмен, десятый номер Антон Бабиков. И Чудов на шестой позиции. Несколько спортсменов из Башкирии сейчас в десятке сильнейших. Я говорил о том, что сразу 6 представителей Башкортостана попали в гонку с массового старта. Смотрим, как подходили на рубеж лидеры. Алексей Трусов. Третий номер. Очень быстро начал эту гонку. Вырвался вперед. Но вот со стрельбой на первом огневом рубеже не справился. И два штрафных круга. Это Андрей Волков. Один из наставников сборной Тюменской области. Сам когда-то неплохо выступал. Мастер спорта международного класса по биатлону. Выступал в чемпионате Европы. Был призером чемпионата Европы. Сейчас тренирует, в частности, Дмитрий Елхина. Который в этом сезоне как раз дебютировал в Кубке IBU и на чемпионате Европы. Отсечка 4 километра 200 метров. 2,6 секунды. Черезов выигрывает у Печенкина. Ну, в принципе, тот же отрыв. Андрей Маковеев 7,2 секунды. Черезов секунду после огневого рубежа ногами выигрывает у Маковеева. Севастьянов из Башкирии. 8,3 секунды. При своих остается Севастьянов. Чудов. На пятую позицию перемещается Максим. 8,7 секунды. Чудов проигрывает Черезову. И это значит, что отыграл почти 3 секунды. Чудов у Черезова после огневого рубежа. Максим Максимов. Один промах у него был на первом огневом рубеже. Максимов сейчас проигрывает 21,8 секунды. После огневого рубежа 23,2. Чуть быстрее Максимов бежит Черезова. Вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Иванович Мерехов. Человек, который все знает о биатлонных стадионах. Это просто дока в биатлонных стадионах. Ну и я думаю, что поедет Вадим Иванович после УВАТа отправиться в Тюмень. Где в прекрасном центре «Жемчужина Сибири» состоятся международные соревнования. Открытый Кубок России на призы губернатора Тюменской области. И в этих состязаниях, кроме ведущих российских биатлонистов, примут участие такие звезды, как Фак, Ферри, Бергман, Мякарайнин, Грегорин, сестры Семиренко. Ну и еще сейчас окончательные переговоры ведутся с несколькими иностранными звездами. А видим, что Черезов наращивает преимущество. Отсечка 4 километра 900 метров. И здесь уже Черезов выигрывает 8,6 десятых секунды. А Чудов перемещается на второе место. Между прочим, Печенкин на третьей позиции. Печенкин проигрывает 8,9 десятых секунды. И Печенкин здесь ходом чуть сдал. И не так быстро сейчас Александр. Хотя мы как раз его знаем как прекрасного лыжника. Но в этом сезоне подтянул Александр и стрельбу. И есть еще младший брат у Александра Печенкина, Иван Печенкин, который первый сезон только пробует свои силы в биатлоне. Тоже хороший лыжник. Здесь воспитывался последние годы в интернате, который расположен рядом с центром «Жемчужина Сибири». И выступает сейчас Иван за Тюменскую область. Но он пока еще юноша, юниор. И говорят, что хорошее будущее у парня. Стрельбу ему ставят. И опять же специалисты оценивают его стрельбу. Для первого года очень неплохо получается у Ивана Печенкина. Но пока еще у этого парня все впереди. Кстати, завершился чемпионат России, первенство России среди юниоров. Оно проходило в Уфе. И там в гонке с массового старта у юниоров победил Логинов. Вторым был Артем Митяев из Мордовии. Третьим Никита Овчинников из Красноярского края. В эстафетах юниоры из Удмуртии заняли первое место. У девушек команда Ханты-Мансийского автономного округа победила. В спринте у юниоров первенствовал Эдуард Латыпов. Из Башкирии Логинов. Александр Логинов, представляющий Саратовскую область, был вторым. Юрий Шопин из Ульяновска. Третье место занял в гонке преследования Чернышов. Александр Чернышов из Москвы первое место. Юрий Шопин из Ульяновска второе. Матвей Елисеев из Москвы третье место. Это что касается юниорского первенства России. Это не то, что наше будущее. Вот оно уже рядом. Логинов уже стартовал на этапах Кубка мира. Второй огневой рубеж. Вторая стрельба из положения лежа. Иван Черезов. Заслуженный мастер спорта. Трехкратный чемпион мира. Двукратный призер Олимпийских игр. Эстафетный опытнейший боец. Иван Черезов сейчас на втором огневом рубеже. И чудо должен быть рядом. Чудо, Севастьянов, Маковеев. Черезов, пять из пяти. Быстро и четко. У чудо в один промах. Маковеев никак не может попасть. Но что-то не знаю, что с Андреем Маковеевым. Он на ваших экранах. Севастьянов, один промах. Маковеев, три штрафных круга. Буртасов, один штрафной круг. Печенкин. Последний выстрел. И Печенкин попадает. Печенкин отправляется следом за Черезовым. Сейчас на втором месте будет Печенкин. Но отрыв у Черезова достаточно большой. Соперников все-таки ветер гуляет по стрельбищу. Ветер порывистый. И далеко не все справляются со стрельбой. Выигрывает Черезов у Печенкина почти полминуты. 32 секунды выигрывает у Чудова. А стрельбу продолжает Пракунин. На огневом рубеже трусов закрывает все мишени на сей раз. Пракунин точен. И они возвращаются в борьбу. Клячин. Последний выстрел. Попадает. Тоже возвращается в борьбу. За призовое место. Впереди еще два огневых рубежа. Стрельба из положения стоит. И там, конечно, будет не сладко. Биатлонистом. Итак, после второй стрельбы Черезов на первом месте. 10 мишеней из 10 закрыл. И смотрим за стрельбой Ивана Черезова в повторе. Ну, все как в лучшие годы. Хороший темп. Хороший ритм. На выходах и стрелял Иван. Это под пятым номером Андрей Маковеев. Да, и у него стрельба абсолютно не заладилась. Первые три выстрела оказались неточными. Там, судя по всему, поправку Андрей делал. И, конечно, очень непросто будет Маковееву бороться сегодня за призовое место. Десятка сильнейших проконин проигрывает уже больше минуты. И трусов больше минуты. Но у них было по два промаха. Десятка сильнейших тревоги, но третья миша идет Максим Кудов. Семьен России на сочетательной гонке, которая прошла в первый раз в составе команды Республики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...